К другим темам. 4 мая 2022 года заканчивается срок подачи налоговой декларации. Для тех, кто забыл или оставил на потом сдачу декларации 3 НДФЛ, осталось не так много времени. Ведь с 1 по 3 мая выходные дни. Это ряд случаев, когда граждане должны самостоятельно рассчитать сумму НДФЛ и подать в ФНС декларацию. Иначе грозит штраф. Подробности в сюжете. Магнитогорцам, кто получил доход в прошлом году, следует поторопиться. Остается несколько дней до окончания срока своевременного представления декларации о налогооблагаемых доходах за 2021 год. Отчитаться не позднее 4 мая 2022 года необходимо следующим категориям граждан. Такая категория граждан, как индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные частнопрактикующие лица, а также физические лица, которые получили доходы от реализации недвижимого-движимого имущества, находящегося менее предельного срока владения, а также физические лица, которые получили доходы в порядке дарения от неблизкого родственника, доходы от сдачи в аренду, от выигрышей, потом доходы, получившие за пределами РФ, а также от реализации ценных бумаг и долей в уставном капитале, они обязаны представить декларацию. Заполнить декларацию 3НДФЛ в режиме онлайн и направить в инспекцию позволяет интерактивный сервис личный кабинет налогоплательщика. Услуга имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, пошаговую инструкцию, что позволяет избежать ошибок при заполнении. Также специально для удобства горожан налоговая инспекция продлила свою работу и выходные дни. У любителей дотянуть до последнего в запасе есть суббота и воскресенье, когда можно это сделать очно. Это не относится к тем налогоплательщикам, которые вправе получить имущественные, социальные и иные вычеты. За непредоставление декларации предусмотрены штрафные санкции. В случае, если гражданин самостоятельно не отчитается о полученных в истекшем году доходах, то налоговый орган проведет проверку, исчислит сумму НДФЛ и предъявит ее к уплате.